Ни один век люди отправляются в отпуск к Лазурному морю или неукротимому океану. Такой вид отдыха считается классическим и вряд ли надоест людям. Особенно приятно понежиться на красивом песчаном берегу в дождливые осенние или холодные зимние месяцы. Одним из лучших мест отдыха сегодня является Тенерифе. Погода здесь отличная практически круглый год, за счет чего приток туристов не иссякает. Здесь умеренно жаркий климат, которым славится Испания. На протяжении года температура находится на уровне 20 градусов по шкале Цельсия. Холоднее далеко в горах, присутствующих на островах. Приятная температура обеспечивает теплую зиму в сочетании с нежарким летом. Здесь практически не бывает большого количества осадков и курорт доступен круглый год. Влияние на климатические условия оказывают множество факторов. Сказывается близость к самой большой африканской пустыне. Благодаря сахаре на Тенерифе и других канарских островах погода обеспечивается приятным теплым ветром. Вместе с ним прилетают мелкие песчаные частички, это дарит невероятной красоты явление, называющийся эффектом Калима. Влажность воздуха обеспечивается северо-восточными пассатами, за счет этого уравнивается сухой климат Африки. В качестве противовеса жаре имеется канарское течение с холодными водами. Оно выполняет еще одну важную функцию, не позволяет жаркому воздуху подниматься вверху и образовывать облака с осадками. Постоянный антициклон, расположившийся над Азорскими островами, дает возможность длительное время сохранять солнечную погоду в этой зоне. Немалую роль играет географическое положение. Даже на одном острове в разных его концах климат отличается. Если брать остров Тенериф, на восточном побережье царит засушливая погода, ведь оно больше поддается воздействию ветров и сахары. Еще один интересный факт про климат острова Тенерифе, здесь можно найти снег даже в летние месяцы. Сделать это можно в горах, которые достигают высоты в 3718 метров. Закономерность изменений погоды между западными и южными побережьями сохраняется на всех островах этого архипелага. Из-за этих особенностей на всех островах западная сторона всегда богаче на растительность, а вот восточная стабильно радует туристов и местных жителей теплой погодой. Санта-Круз де Тенерифе Несмотря на приятные особенности микроклимата Канарских островов, сезонные изменения все же сказываются на состоянии погодных условий. Имеется привычная ситуация с похолоданием в зимние месяцы и потеплением в летние. Зима. Для многих жителей планеты наступление этого времени года означает появление осадков в виде снега и начала сильных морозов. Но здесь люди не пользуются пуховиками и прочими предметами зимнего гардероба. Обратите внимание, если планируются вечерние прогулки по прибрежным районам, стоит взять ветровки и теплые кофты, ведь вечером температура ниже на 5-7 градусов. Декабрь. В это время в горах начинает собираться снег. Смотреть на заснеженные горные вершины, купаясь в теплом океане, одно из самых любимых занятий туристов. Приятно удивит и одинаковая температура воды и воздуха. В воде средняя температура на декабрь 20 градусов Цельсия, а воздух прогревается до 21, а ночью немного охлаждается, до 15 градусов. Прилетая сюда в декабре, стоит взять зонд, ведь по статистике четверть месяца идут дожди. Но это не помешает хорошему загару, ведь на улице будет светло 10 часов в сутки. Янвай. В начале года погодные условия не особо отличаются от прошлого месяца. Средняя температура воздуха и воды опускается на 1 градус. В этом есть и положительный момент. Метеорологи говорят, что Тенерифы в январе не так дождлив. Дни, когда выпадают кратковременные осадки, случаются всего 6 раз за месяц. Февраль. Третий месяц зимы часто сопровождается у жителей стран СНГ унынием и тоской за теплой погодой и зелеными деревьями. На свидание к ним можно смело отправляться на Тенерифы. Отличным поводом к посещению острова являются День Святого Валентина и День Защитника Отечества. В это время погода остается такой же, как и в январе. Весна. Большинство людей ждут начала весны всю зиму, но иногда она задерживается и вынуждает проводить еще месяц-полтора в ожидании. На Тенерифы в эту пору начинается постепенное потепление, поэтому тем, кому не хватает терпения стоит немедленно отправляться в незабываемое путешествие к чудесному архипелагу. Март. В начале весны жители начинают отмечать увеличение температуры воздуха на 1-2 градуса. При этом растет длительность светового дня. В течение 12 часов можно купаться на песчаных пляжах, гулять по набережным или покорить вершину вулкана Тейди. К вечеру столбик термометра находится на отметке 15, поэтому для ночных прогулок нужно иметь теплые вещи. Апрель. Большинство людей, разбирающихся в путешествиях, рекомендуют выбирать путевки именно на этот месяц. Это связано не с погодой, а с ценами на билеты. Многие авиакомпании предоставляют хорошие скидки, а климатические условия особо не отличаются, только температура воды поднимается на 1-2 градуса. Май. Начало этого месяца ассоциируется у большинства людей, живущих на постсоветском пространстве, с массовыми походами в лес на шашлыки. Для тех, кто в этот период хочет больше экзотики, отлично подойдет Тенерифе. Здесь температура достигает 24 градусов днем и 16 ночью, а вода прогревается на 20. Больше половины суток, 14 часов, светит яркое солнце. К тому же отдых можно дополнить спортивной рыбной ловлей. Можно выудить барракуду, макрель или акулу. Лето. Этот период является самым жарким во всех смыслах. Горячий воздух будет нагревать воду и радовать огромное количество посетителей Канарских островов. За три чудных месяца здесь отдыхает множество людей, с разными интересами и предпочтениями. Для одних острова покажутся хорошим местом для принятия солнечных ванн, а другие познают самобытность местной культуры. Июнь. Июль по праву считается одним из лучших сезонов для отдыха в этой местности. В начале лета практически нет туристов и можно получать удовольствие от всех красот, не пересекаясь с любителями фотографировать все подряд. Что касается погоды, температура варьируется от 18 градусов ночью и до 26 градусов днем. Вода прогревается до 21 градуса, а светло на улице 14 часов в сутки. Июль. В это время начинается основной наплыв приезжих. Температурный режим позволяет получить прекрасный загар в течение дня, плюс 28 градусов Цельсия, и прогуляться по побережью под звездами и светом Луны, плюс 20 градусов Цельсия. Световой день имеет прежнюю длительность, а вода нагревается до 22 градусов. Август. Несмотря на то, что в августе на Тенерифе в отдельные дни температура воздуха приближается к температуре тела человека, множество отдыхающих продолжают посещать этот архипелаг. Ситуация меняется лишь ростом температуры воды до плюс 23 градусов Цельсия и уменьшением времени светового дня до 13 часов. Осень. Для многих отечественных курортов в это время происходит спад наплыва туристов и начинается «бархатный» сезон, а Тенерифе не сбавляет оборотов. Конечно, многие семьи с детьми, и студенты вынуждены отказаться от путешествий в это время года, но вот состоятельные европейские пенсионеры прибывают на острова. Сентябрь. Все так же хороша погода, как и в конце лета, она практически никак не меняется. Туристы, которые успели устать от пляжей и экскурсий отправляются на шоппинг. В сентябре на Тенерифе можно приобрести отличные сувениры из натуральных материалов, а также попробовать вкусные местные вина. Октябрь. Тенерифе в октябре подготавливает туристов и местных к завершению сезона. Постепенно уменьшается световой день до 11 часов, а температура опускается на 1-2 градуса. Ноябрь. Тенерифе в ноябре является отличным местом отдыха. Люди, тяжело переносящие жару, комфортно себя чувствуют, а воды океана все еще теплые и позволяют купаться днями напролет. Единственным огорчением могут стать дожди, которые случаются 7 раз в месяц. Плюс кар Тенерифе, как видно из представленного описания, погода на Тенерифе по месяцам имеет небольшие различия. Зимние, немного холоднее, а летом здесь нет излишней жары. За счет этого температура воды на пляжах Тенерифе тоже не сильно меняется и всегда колеблется в районе 20 градусов Цельсия. Это позволяет туристам и местному населению плавать в чудесных водах океана круглый год. Тенерифы на карте мира последние дни июля и начала августа для обитателей Тенерифы будут стабильно теплыми. Температура днем сохранится на отметке в 24 градуса Цельсия, а вечером – 18 градусов Цельсия. В конце первой недели августа начнется плавное потепление, в понедельник 06,08, – 2018 и воздух прогреется до 28 градусов. Все это время солнечный день будет составлять примерно 13,5 часов. Эти дни будут сопровождаться яркими солнечными лучами, за редкими исключениями, когда на небе будут виднеться тучи. Из-за этого любителям солнечных ванн стоит быть осторожными, особенно в первой половине дня. Необходимо иметь специальные средства для защиты от ультрафиолетового излучения. Для получения равномерного загара и защиты от ожогов стоит проводить большую часть времени в тени. Канары являются прекрасным местом для отдыха и мечтой многих людей. Когда они сюда попадают, часто теряются и хотят успеть все, и на пляже побывать, и на экскурсии поехать. Людям, приезжающим сюда повторно, остров каждый раз бросает новый вызов. Чтобы все успеть, необходимо иметь четкий план. Список лучших пляжей. Болула отлично подходит для романтических свиданий и дикого отдыха. Эль Сокора, чаще всего используется жителями Пуэрто-де-Ла-Крус и Ла-Лагуны. Лос-Гигантас, хороший вариант, чтобы насладиться невероятным закатом. Эль Медана, предназначен для любителей венчерфинга. Плайо Хардин, предпочитают семейные люди. Эль Дюк, подходит для тех, кто не очень хорошо плавает и живет в Лас-Америкас или Коста-Адехи. Ластериситос, искусственный пляж с песком из Сахары. Рядом со столицей Санта-Крус, Лас-Гавиотос, используется местными жителями. Ла-Тихито, это пляж-заповедник. Что касается экскурсий, не обязательно переплачивать за гида. Тем, кто имеет водительские права, лучше потратить средства на аренду авто. Так можно посетить самые красивые места в удобное время, а красота вида никак не пострадает. Обратите внимание, ехать придется по извилистым серпантинам и горным дорогам, поэтому будьте осторожны за рулем. Небольшой список интересных мест, Ла-Лагуна, Эль Медана, парки орлов и обезьян, Пуэрто-де-Ла-Крус, Акваленд, рыбацкая деревушка Тахаа. Приезжая на Тенерефи, каждый турист сможет найти подходящий вид отдыха. При этом всегда будет отличная погода, умеренная жара и низкая вероятность осадков. Канарские острова являются одним из лучших мест отдыха как для любителей позагорать, так и для тех, кто предпочитает активность.